Дорогие наши друзья, я думаю, что теперь я имею право обращаться к вам именно так, потому что вас огромное количество образовалось за эти дни, которые прошли с момента моего первого выступления. Наверное, что-то начинает двигаться на эту ситуацию, обратила пока только первая организация, ни один официальный орган пока еще не отреагировал. Но общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» в лице Паничкиной Елены Сергеевны обратила внимание на ту ситуацию, которая произошла с нами, с семьей моих лучших друзей. И теперь мы будем двигаться вместе. О чем я говорю? Мы будем формировать обращение, которое мы хотели бы, чтобы подписало максимально большое количество людей. Люди, нам нужно, чтобы наших подписей было от 100 тысяч и выше, тогда нам сказали, у нас есть шанс, что на нас обратят внимание. Не пройдите, пожалуйста, мимо. Я в очередной раз вас об этом прошу. Сделайте так, чтобы то обращение, которое появится, ну вот не сегодня, конечно же, но завтра, послезавтра оно уже будет, потому что я не блогер, я говорила вам уже, я художник. Я пока еще не умею всего этого делать. Но вы знаете, я быстро учусь, я научусь. И мы создадим вот это обращение к нашему правительству, к нашему президенту, к властям. Мы в этом обращении хотим указать на то беззаконие, которое творят банки. Вы знаете, не мошенники. Я понимаю, что всех тараканов не переловить. Но банки. Банки, которые выдают кредиты человеку, у которого пенсия меньше 20 тысяч. Как так? На что должен потом жить этот человек? Или банк заинтересован в том, чтобы потом квартира, когда человек не может погасить этот кредит, переходила в собственность банка. Три банка подряд человеку оформляют вот эти огромные кредиты. Не важно, в каком состоянии был этот человек. Не важно, мы уже все это проходили, все это с вами озвучивали. Но сейчас мы формируем обращение. Я повторюсь. За то время, которое прошло, огромное количество откликов в ТикТок, в Одноклассниках, во ВКонтакте, здесь в Инстаграм. И я читаю, и у меня волосы встают дыбом, потому что вся эта ситуация, она на всей территории нашей огромной страны. И даже из-за рубежа я получаю отклики. Огромное спасибо всем тем, кто пишет эти комментарии. Огромное спасибо двум молодым мужчинам, которые разместили мои обращения на своем канале в Ютубе. Нас с каждым днем становится все больше. Давайте попробуем подписать вот это обращение, которое у нас есть шанс, что в конце концов нас услышат. Пожалуйста, не сидите на своих кухнях, не рыдайте в свои собственные платочки. Давайте попробуем объединиться. Люди, нас много, нас много в нашей многомиллионной стране, и нас должны услышать. Так не может больше продолжаться. Банки должны отвечать за то, что они делают. Мы хотим, чтобы была проведена прокурорская проверка. Мы хотим, чтобы были прекращены вот эти экстремальные, экстренные займы, которые нам дают. Это невозможно, должно проходить какое-то время. Так нельзя. Мы формируем, мы будем консультироваться с юристами, как это сделать правильно. Но это процесс. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Поддерживайте, делайте так, чтобы вот всю эту ситуацию и наше обращение увидело как можно большее количество людей. Огромное спасибо вам всем. Огромное спасибо Елене Сергеевне Паничкиной. Огромное спасибо женщинам бизнеса. Знаете, есть вот это ощущение, что мы больше не одни, и что все-таки у нас получится. Огромное спасибо вам всем, неравнодушные люди. Я верю, что у нас много и у нас получится. Благодарю вас всех.